На этом коротком уроке я хочу попробовать перевести отдельные отрывки из комментариев Хискуни к князиноглаве В.И.Ц. Урок посвящается для спасения и безопасности, и исцеления больных на святой земле. Как я уже говорил, на этих уроках я выбираю только отдельные отрывки из Хискуни и к книге Брешит. У него не самые большие хидуши, не самые интересные, я бы сказал. У него интереснее становится к другим книгам. Тем не менее, чтобы ничего не пропускать, я пытаюсь сделать хоть какие-то уроки по этим главам в этом году. В следующем году я уже подумал, что можно выбрать, например, Блинеда Бехор Шор. Тоже известный комментарий, который было бы интересно попробовать переводить. Или, возможно, Рамбана или Абену Бахи. Я когда-то сделал по Рамбану по-английски серию уроков. Практически всего Рамбана к пяти книжью пытался перевести. Это было очень-очень давно, больше 20 лет назад. А по-русски, кажется, никогда мы и не делали отрывки из Рамбана хотя бы. Казалось бы, это хорошая идея. Или Рамбину Бахи, о котором он цитирует Рамбана. В общем, в следующем году посмотрим. Но пока что вот на этот год у меня запланированы серии уроков по Хискуни, Блинеда и по Мидрешаба. Это две основные серии по недельным главам. Итак, первый вопрос, которого он касается, насчет ангелов, в которых говорится «О лим ви йор дим бо». Помните, когда Яков засыпает на этом новом месте, где он остановился на ночлег, то ему снится, что есть лестница, которая поднимается до небес, и ангелы поднимаются и опускаются. Известно, что Хазаль обычно объясняют, что это ангелы, супротив наций, которые будут над нами править, и каждый из них поднимается на столько ступеней, на сколько лет будет эта нация, так сказать, главной в мире, что ли. Бавилония, Персия, Греция. Но здесь он приводит интересное объяснение из, как он говорит, «Таргум Ярушалми». Один из переводов на арамейский, он его называет «Таргум Ярушалми». Я уже рассказывал не раз, что у нас, кроме главного перевода на арамейский «Таргум Онкелос», есть еще какие-то переводы, которые, видимо, все были из земли Израиля, и их называли «Ярушалми». Даже как Талмуд называют «Ярушалми», хотя он не в Иерусалиме мамаш был сделан, но, во всяком случае, все, что земля Израиля связывает обычно с Иерусалимом, как говорится, «Метсион Тейцетора» и «Сиона Веде Тора». Поэтому неудивительно, что «Таргумы» земли Израиля тех времен назывались «Таргум Ярушалми», но один из них называется у нас «Таргум Йонатан Бен Узиэль». Но я уже говорил не раз, что это не настоящий Йонатан Бен Узиэль, не тот ученик Хилала, который перевел «Навиим», перевел «Пророков». Но был какой-то «Таргум», тоже, может быть, по ошибке назвали его «Ярушалми». «Ярушалми» может быть, например, была аббреватура «Тав-Ют», «Таргум Йонатан». А на самом деле это «Таргум Ярушалми». Ну, в общем, этих «Таргум Ярушалми», их много разных версий было, но они по стилю похожи. То, что их сильно отличает от «Онкилоса», это что здесь гораздо больше разных мидрашей. «Онкилос», он почти всегда верен простому смыслу, пытаясь перевести просто простой смысл, как правило. Только вот в очень сложных стихах, где нужно действительно добавлять, чтобы объяснить, как, например, песня, которую евреи пели у моря, «Ширшильям» или, скажем, «Газину», там «Таргум Йонкилос» бывает, что добавляет что-то, но, как правило, «Таргум Йонкилос» переводит почти дословно. А вот «Таргум Ярушалми», «Таргум Йонатан» и вот эти все «Таргумы», они постоянно только и делают, что добавляют разные мидраши. Так вот здесь я не уверен, он видел ли тот «Таргум», который у нас называется «Йонатан», или тот, который у нас напечатан тоже под названием «Ярушалми». Ну вот он его называет «Таргум Ярушалми». Они похожи в этом месте, но так называемый «Таргум Йонатан» он больше здесь, более длинный мидраж. Фактически они, видимо, все пытаются объяснить вот эту сложность, почему говорится, что ангелы поднимаются и опускаются. Мы бы ожидали что-то противоположное, что ангелы спускаются с небес и поднимаются во сне, а они поднимаются и спускаются. Поэтому вот этот Таргум, как он говорит, объясняет, что эти ангелы, которые с ним шли, то есть они его до этого провожали, они теперь поднимаются, то есть во сне он увидел, что, оказывается, с ним его провожали ангелы, и вот теперь они поднялись наверх и спустились. Причем спустились, согласно этому Таргуму, с другими ангелами тоже. И сказали им, пойдем посмотрим на лицо Якова, что его лицо отпечатано, так сказать, на престоле Всевышнего. Может быть, имеется в виду, что известно, как видел провокий Хескель, что определенные ангелы, у них там четыре лица, и одно из лиц — это лицо человека. Может быть, имеется в виду, что лицо Якова похоже на лицо того человека, которое есть у ангелов или как-то так. В общем, какая-то есть отпечатка лица именно Якова, что Яков как бы идеальный человек в каком-то смысле, согласно этому Медрашу, и оно аж напечатано, да, его лицо отпечатано аж на престоле Всевышнего. Поэтому ангелы спускались, другие ангелы, которых эти призвали посмотреть. Я вижу здесь Таргуму Йонатан, так называемым, еще дополнительную информацию, что не говорят, что те ангелы, которые сопрождали Якова, это те самые, которые когда-то были посланы в дом, и что Всевышний их по определенным причинам выгнал, и теперь они, значит, с Яковом ходили как-то так. Очень много было разных Медрашей, но интересно, что вообще этот Таргум Йорушами очень редко цитируют комментаторы, видите, Хискунь его цитирует, но вот Раши, например, и другие стандартные комментаторы обычно вообще не цитируют этот Таргум, он не считается очень аутентичный, и там очень много разных странных вещей. Кстати, есть новый вариант этого Таргума, который нашли в манускриптах, и вот у нас в изданиях обычно напечатан Таргум Йорушами, только к некоторым стихам, а так называемый Йонатан Бенузуэль ко всем стихам. Но, как я вам сказал, это просто разные версии Таргума Йорушами. А есть более новые издания, где напечатан полный Таргум Йорушами тоже. Еще какой-то есть Таргум Неофити, это еще один вариант тоже какого-то Таргум Йорушами. В общем, этих Таргумов было очень много, но похоже, что они не очень считались аутентичными, и их мало очень цитируют комментаторы, и даже можно увидеть из Хазаль, что в каких-то вещах они были не согласны как раз именно с такими переводчиками. То есть то, что Хазаль в трактате Мигела отвергают определенный перевод, говорят, так нельзя переводить, а у нас как раз Таргум так называемым Йонатаны и Йорушам не бывают такие вещи. Зачем Яков помазал вот этот камень? Есть как минимум три разных объяснения, почему он помазал камень, который он поставил как своего рода педестал, некий монумент, что ли, и сказал, что вот в этом месте будет храм Всевышнего, будет жертвенник, видимо, алтарь. Так вот, есть мнение, что он его помазал чисто символически, что масло плохо стирается даже от дождя, и поэтому потом он сможет найти этот камень снова, когда вернется. Автор считает, что он этим его осветил. Знаете, как вот, например, храм переносной, да, Мишкан с помощью масла именно помазывали, и все его предметы, как описано в Торе позже, и детям оно было приготовлено для службы. Также и здесь этот камень был приготовлен тем, что его помазал Яков. Есть еще третье мнение, что сам акт помазания был возливанием, как, знаете, как в самом храме позже возливали вино, а в Сукот еще и воду. Также Яков возлил масло, что это был акт, так сказать, службы, можно сказать, а вода. Вот. И мнение здесь Хискуни, это и есть мнение Ражбама, которого я переводил недавно. А вот второе мнение у него, Дварахер Лесиман. Вот второе мнение, это то, что я назвал первым, то есть, что это было просто знаком, чтобы потом найти этот камень и отличить его от других. Теперь, когда Яков работает на Лавана, чтобы получить Рахель в жены, очевидная сложность, что говорится, что он работал 7 лет, а посчитал он, да, ему это показалось, как несколько дней. 7 лет ему для него выглядело, как несколько дней. Очевидный вопрос, который все задают, что как это так? Должно быть все наоборот. Что когда что-то ждешь очень, то каждый день кажется, как вечность. Ему каждый день должно было казаться, как 7 лет, а не 7 лет, как несколько дней. Так вот, автор отвечает, видимо, на этот вопрос. Часто ведь мы как в комментариях видим сразу ответ без вопроса. И не только в комментариях Торы. Вообще, во многих местах основное, что нам нужно спросить, что пытается объяснить автор, что нового нам добавил, и на какой вопрос незаданный он отвечает. Я когда-то, когда делал уроки по Месилат и Шарим, одной из очень важных книг Мусара, Равимоша Хайма Луцату, так я рассказал, что есть еще другой вариант этой же книги, где именно это диалог. И там уже тогда понятно, что он пытается, на какой вопрос он пытается ответить. Но у нас вот наиболее распространенный вариант этой книги, это когда это монолог, поэтому не всегда понятно, что он пытается объяснить, в чем был вопрос вообще, в чем Куши. Так вот здесь я пытаюсь, когда я делаю переводы Хискуни и других комментаторов, понять чаще всего, даже на что они пытаются ответить. Вот с ангелами мы сказали, что они пытаются ответить, почему, как говорится, поднимаются, опускаются, а не наоборот. А здесь он пытается ответить на вот этот незаданный вопрос, что почему в глазах Якова семь лет показалось, как несколько дней, а не наоборот. Так он отвечает, да вармуат хая, это немного считалось во глазах, в смысле, что он не считал, что это слишком завышенная цена, что ради того, чтобы пожениться на Рахе, он был готов работать, тяжело работать, он, как пишется, как сам он скажет в конце нашей главы Лавану, что он очень тяжело работал, семь лет пахал на Лавана. То есть имеется в виду, что не то, что это было малое количество дней в его глазах, а имеется в виду, что это не считалось слишком большой ценой. Он готов был работать семь лет, и для него это было как несколько дней, в смысле, что это недорого, ради Рахеля он на это готов. Если бы Лаван попросил больше, то на это бы Яков согласился. В результате Лаван бы попытался обмануть, и удачно попытался, и смог обмануть. Но если бы даже Лаван честно сказал ему, знаешь, что я Рахель не отдам, пока ты не отработаешь 14 лет, например, то тоже бы Яков согласился, хочется сказать, Хискуни. Потому что Яков не считал завышенной ценой даже много лет работы за Рахель. Два Рахель, другое объяснение. У Хискуни очень часто бывает, что он несколько разных объяснений, разных комментаторов до него. Ведь одна из больших работ, которые сделал Хискуни, это именно не оригинальные комментарии, а то, что он приводит много других комментариев. Бывает, что если смотришь Ибнезра, там Рашбам, ну, конечно, Раши, других, Карамбан, в общем, все это вместе, а бывает, что Хискуни сразу приводит три разных варианта, например. Очень полезно изучать Хискуни в этом плане, что это как Ликуд, своего рода, как Миирик Талмуду, что сразу приводит много разных комментариев. Другое объяснение, что когда уже эти дни прошли, они казались во глазах малым количеством дней. В смысле, когда он работал, они были очень длинные, он очень ждал этого, и поэтому каждый день для него был вечность. Но теперь уже, когда он отработал эти дни, они ему казались немногими. Я когда-то читал такую идею, что когда жизнь примерно однообразная, то каждый день длится очень долго, но потом уже в конце, так как никакой конкретной детали не вспомнишь ни по какой из дней, то кажется, что много лет может считаться как несколько дней, потому что ничего особенного не произошло. Яков только тяжело работал с утра до вечера и ждал, когда он наконец может жениться на Рахель. Поэтому каждый день для него был очень длинным, но потом, когда они уже прошли, то это все было как несколько дней, эти семь лет. Окей, насчет того, что он утром узнал, что ему дали такие, обманул его Лаван и дал ему Лею вместо Рахели, на это пишет Хискуни, что нас учит это тому, насколько скромный был Яков, что он даже не разговаривал, говорит, с ней, когда они были вместе, да, он не стал с ней разговаривать, иначе бы он по голосу, видимо, сообразил. Кстати, другие объясняют, что на самом деле он не знал, и действительно не могут лечить голоса, или, может быть, как-то, да, ведь когда-то такой же вопрос задают насчет того, как Ицхак не смогут лечить между Яковом и Исавом, если у них голоса были разные. Так возможно, что у них голоса были похожи, или возможно, что Яков умел подделывать голос. Так же и здесь. Возможно, что голоса Рахели и Леи могли быть похожи, или могло быть, что Лео умело как-то голоса подделывать достаточно, что Яков не определил. Есть даже такой мидраж, что Рахель там тоже была под кроватью, так сказать, отвечала Якову на месте Леи, и таким образом он не узнал по голосу. Но на этот мидраж каббалисты и Аризаль пытаются объяснить все в духовном смысле каббалистически, там, насчет парцуфим, которые, как они там расположены в духовных мирах. Я сейчас не буду в это отдаваться. Есть же разные как бы выражения женского начала и основные два вот это Лео и Рахель. Лео, она выше Рахель. Рахель, это вот, знаете, идея евреев в изгнании, в том числе. Вот, например, Тикун Хацо, то есть правление полуночек, каббалистические молитвы, которые установлены с древних времен. Но вот Аризаль конкретно написал, какие именно говорить псалмы и другие молитвы. Так там есть Тикун Рахель и Тикун Лео. И Рахель, это именно вот в изгнании, это именно вот плач. Рахель плачет за своих детей. А Лео, это возвышенное такое, когда мы идем в храм, в радости. И то и другое, в общем, по разрушению храма. Но Тикун и Рахель делают только в те будние дни, когда Таханун говорят, то есть более грустные дни. А в Рошходыш там или тем более в Шаббат не говорят Тикун Рахель. А вот Тикун Лео говорят многие. В общем, так или иначе, Рахель и Лео, это два вот аспекта женского, но один возвышенный, а другой, когда мы в изгнании и мучаемся. Вот Рахель не похоронена с мужем и молится за своих детей. Вот эти все идеи, они связаны. Так вот, говорит Аризаль, что Рахель под Леей, как бы под кроватью. Это все намеки вот на эти идеи, то, как расположены эти парцуфим. Но для тех, кто не святочка Балея, все равно не поймут, поэтому я не буду в это вдаваться. Много нужно предисловить, чтобы хоть что-то объяснить здесь. Ну, так или иначе, автор считает, что Яков вообще с ней не разговаривал, поэтому он не определил, что это Лея, а не Рахель. Говорит, что то, что нашел Рубен какие-то дудаим, обычно их переводят по-русски мандрагоры. Одна из историй здесь. Тоже много интересного под отношением к этой истории. Зачем вообще Торе это описывать? Уже Хазаль насчет этого спросили в Сан-Хэтне, говорили, что был один из грешных царей, который издевался над такими вот догадами. Кому это нужно вообще знать? Какая разница, что Рубен пошел, нашел какие-то мандрагоры, дудаим. Но на самом деле все это имеет важное значение. Нужно только понять, какое. Одно из объяснений вот в чем. Что смотрите, кто в результате забеременел и родил от Якова? Лея. Лея же отдала мандрагоры. То есть получается это в каком-то смысле против суеверий идея, что Рахель хотела очень эти мандрагоры, видимо считала, что это как-то помогает забеременеть и какая-то сегула была в этом или у них какие-то приятные были вкусы или запах или она как-то хотела как-то мастить что-ли кровать. В общем, что-то сделать, чтобы Яков скорее имел детей от нее. А в результате Лея отдала таким мандрагоры и забеременела Лея. А Рахель позже забеременела уже не сразу и через какое-то время и вовсе не из-за мандрагоров. Получается, что возможно урок такой, что не полагайтесь на всякие суеверия. В результате Рахель был отвеченой на ее молитвы и то, что она столько ждала. Молитвы Якова, конечно. Почему я все это веду? К тому, что мандрагоры это перевод, как я сказал, более стандартный вот этих дудаим. Но интересно, что автор считает и также Рашбам, что дудаим здесь это вовсе не мандрагоры, а это тэаним, то есть инжир. Это все, видимо, на базе стиха в Шираширим. Это еще один стих в Танахе, где тоже дудаим упоминается. А дудаим над нурех. Так Раши там объясняет, что это имеется в виду дудаэй тэаним, что это инжир. И доказывает это из того, что есть в Ермияху в одном из видений тоже дудаэй тэаним. А Ибнезрой там объясняет, что дудаим это какое-то растение, похожее на форму человека, то есть, видимо, мандрагоры. Обычно говорят, что мандрагоры. Я не знаю, что это такое, но так всегда переводят мандрейкс по-английски. Говорят, что у них там какие-то корни в форме человека и поэтому считалось, видимо, сегулой, что будет ребенок. Что с ними точно делали, тоже неизвестно. Может быть, ими умощали как-то, может, их ели, может быть, еще что-то с ними делали. В общем, это была какая-то, видимо, какое-то суеверие. Как я уже сказал, суеверие особенно не помогло. Теперь, говорится, после этого у нее родилась дочь. Но не говорится про беременность. Так приводят здесь Хискуни, в том числе, Шиту Ибнезры, что дочь родилась вместе со Зволуном. Была двойняшкой. Поэтому не говорится про ее беременность. То есть, после того, как вышел Зволун, шестой сын Леи, сразу вышла еще и дочь. А другой мидраж, который он приводит, вот этот мидраж, наверное, многие слышали, что в каком-то смысле поменялись дети Рахелии и Леи. то есть, что Лея знала, что у Якова должно родиться именно 12 мальчиков и поняла, что если у нее родится еще один мальчик, седьмой, и уже было по два ребенка у двух служанок, то останется для Рахели только один максимум сын. И будет несправедливо, что у Рахели даже нету столько сыновей, как у служанок. Поэтому она помолилась и всевышний как бы поменял, что у нее в результате родилась девочка, а у Рахели родился мальчик. Вот, это видимо, что после этого она родила дочь, то есть беременность была не дочерью еще, но потом в результате она родила дочь. Оказалось, что поменялись, так сказать, эмбрио или что там, плоды поменялись. Окей. Тут интересный прецедент в Торе по отношению вот когда Скотт там разводит Яков, чтобы ему получилось именно нужного вида бридень, как говорят по-английски, чтобы получилось для детей определенного вида те овцы и те козы, которые будут ему положены по договору с Лобаном. Так вот, тут используется очень интересно очень слово Ваихамна, которая фактически имеет и женские роды, мужское одновременно. Такое, получается, тоже бывает. Он его называет андрогинос. Похожим образом пишет Рашбам, хотя не использует этот термин. Андрогинос это для тех, кто знает, в Талмуде иногда обсуждается дети, которые рождаются и с мужскими, и женскими органами. Какой у них статус? Сегодня тоже такое бывает. Это очень редкая вещь, но это бывает, можно в Википедии прочитать про это. Там есть разные тоже варианты. И, на всяком случае, есть случаи, когда есть вроде мужские и женские органы. И у Хазайбова много мнений, что какой пол тогда у ребенка и, соответственно, какие заповеди должен соблюдать и многие другие следствия этого. Так вот, он здесь называет это слово андрогинос в том смысле, что начало слова как мужской род, ют, в начале, это будущее время мужского рода. Потому что та в начале это женский род. Правда, здесь это прошедшее, но это потому, что вав, вав меняет здесь будущее на прошедшее. А вот конец, хей на конце, это как раз женский род. Получается, что слово, как он называет, андрогинос, двухполое слово. И, конечно, есть еще такие примеры. Иражбам о всем этом уже говорит. Байшана Пород, это история в начале книги Шмуэля, когда там филистимляне возвращают ковчег, который они похитили. Там глагол тоже по отношению к коровам используется глагол, которым начало мужского рода, а конец женского. И еще примеры. Теперь, почему Рахель украла Трофим? Очевидный вопрос, который все спрашивают. Видите, что Торак, как обычно, не объясняет причину, только сообщает факт. Рахель почему-то, когда Яков убегал от Лавана, схватил с собой какие-то Трофимы. Это, видимо, были какие-то куклы или идолы, которые используются для колдовства. Есть много разных мнений, зачем, но вот автор считает, что это шило Ягиду в рих от Яков, чтобы они не сообщили, что убежал Яков или куда он убежал. В общем, что он считает, что и впрямь можно было с помощью этих кукол что-то узнать, что-то там наколдовать. Поэтому Рахель их взяла, чтобы они Лавану и ее отцу ничего не сообщили. Что их использовали для колдовства и, видимо, гадания какого-то. Теперь, во время, когда они сделали союз с Лаваном, в конце нашей главы говорится, что Лаван сказал, что будут, как сказать, видимо, свидетелем этого союза, бог Аврагама, бог Нахора и бог их отца. Для Лавана это все разные силы, возможно, какие-то идолы, которым он поклонялся. То есть для него бог Аврагама это какая-то сила над семьей Аврагама. Но также он подчеркивает, что и бог Нахора тоже. А Нахор был идолопоклонник, отец Лаванов, дедушка Лаванов, был идолопоклонник. Вот. И вот потом бог их отца, то есть Тераха, получается. Здесь автор пишет Мишамеш Кодыш Вихоль, что это и святое, и будничное. В смысле, что иногда имя Луким в Торе это имя Всевышнего. Но бывает, что имя это значит просто какую-то силу, которой люди поклоняются. Или что-то еще может даже судей значить. Это слово не всегда святое, оно может значить будничное. Ну, как по-русски мы тоже говорим бог, и в зависимости от того, что написано дальше, это может имеется в виду творец, в которого мы верим, а может имеется в виду там бог, например, Кнанеев, которого верили Кнанеи. Не имеется в виду, что настоящий бог, но так они считали, поэтому тоже пишутся. Просто в русском языке обычно, чтобы отличить, в английском тоже, они пишут обычно в изданиях Торы, чтобы отличить, обычно пишут большими буквами бог, когда имеется в виду Всевышний, и маленькими, когда имеется в виду идол, которому поклонялись какие-нибудь идолопоклонники. А вот в Торе, конечно нет заглавных букв, поэтому есть просто традиция, какие слова кодыш, а какие холь. Так вот, говорится, что Элокей Авраам, это, конечно, кодыш, это святое имя. Элокей Нахор, это, без сомнения, холь, будничный, это идол какой-то. А вот что такое Элокей Авихем? Так он приводит метраж, который говорит, что это кодыш ве холь, Мишамеш кодыш ве холь. То есть такое ощущение, что это, может, и так, и так, значит, они были неуверены, что ли? На самом деле, так и приводит Минхатша, основной авторитет по написанию Тура, ведь есть же следствие из этого, когда имя Всевышнего пишешь в Туре, то Софер должен иметь в виду, что это именно имя Всевышнего и осветить его. Так вот, пишет, соответственно, Минхатшай, что стоит в таких случаях, когда есть неуверенность, на всякий случай поставить условия, если это имя Всевышнего, то я его освещаю. Вообще, Рома уже написал, что если осветишь даже не имя Всевышнего, то Тур от этого не станет ни кошерной. Как если человек, Микадеш Балмун, если, например, человек, на животное, которое имеет дефект, скажет, что оно будет жертвой, то он просто не сработает. В общем, так или иначе, Мидраж этот Мидр Шраба, я как раз недавно его переводил на предыдущем уроке, но есть и другие мнения, что это полностью не святое имя, что Элегей Авигем это просто идол Тераха. Но вот данный Мидраж, видимо, основан на том, что Терах в конце сделал шуву и стал монотеистом в конце жизни. Есть такой Мидраж, что перед смертью Терах раскаялся и тоже поверил в одного бога. А вот Яков, говорится, поклялся Бипаха давив Яцхак. Страхом, да, словно, трепетом его отца Яцхака. Что имеет в виду Паха Д'Ицхак? Это, разумеется, Всевышний. Так мы тоже называем Всевышний. Есть молитвы такие, например, «Слихот Анейну Паха Д'Ицхак». Ответь нам, можно сказать, так перевести, «Тот, кого боялся Яцхак». Яцхак же связан с гурой, с левой стороны управления, да, с трепетом перед Всевышним. Соответственно, говорится, что Всевышний как бы трепет Яцхака, да, Паха Д'Ицхака. Но вот Хискунь объясняет простой, да и простой объясняет, почему так сказал Яков, не сказал «элоке Яцхак». Потому что, говорит, не хотел вообще имя Всевышнего упоминать здесь, после того, как Лаван упомянул разных идолов, то как будто бы Яков, если бы назвал имя «элоким», по отношению ко Всевышнему, для Лавана и Элокей Аврагам это не сам Всевышний, а просто какая-то сила, которая над Аврагамом. Лаван не верит в то, что Аврагам поклоняется единственному богу, который владеет всем. Для Лавана и Аврагама своя какая-то сила, к которому он лоялен, и для его семьи другая сила. Поэтому после того, как Лаван использовал все эти имена, «элоким» для всех этих сил, то тогда Яцхак выбрал вообще слово «элоким» не упоминать, я сказал просто «я клянусь тем, кого боится Яцхака». С страхом Яцхака дословно, то есть Всевышним. И на этом я, пожалуй, сегодня закончу. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. И урок этот посвящался для спасения, излечения и безопасности на Святой Земле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!